Друзья, доброе утро! У нас снежок идёт, такая свежесть на улице. Всё снежком замело. Мы по делам собрались. Вот прям снежок. Видно вам снежинки летят? Классно, классно. В общем, дождались. Девчата, кто в нашу сторону снег бросал? Видите, долетела. Наконец-то. Видите? Спасибо, девочки, спасибо. Сегодня я решила приготовить гороховый супчик. Я, кстати, знаете, вы меня спрашивали насчёт гороха, замачиваю я его или нет. Нет. Горох, вот как видите, у меня колотый, но сухой. Абсолютно ничего не замачиваю, не запариваю. Это как раз вот тот случай, когда я говорила вот про эти кастрюли, что вот здесь этого делать не нужно. Поэтому экономится очень много времени. И я всегда, знаете, когда готовлю гороховый супчик, вот сейчас у меня поджарочка там. Не хочу камеру близко подносить. Видите, лук, морковь и кусочек копчёного сала я добавляю. Я увидела у свекрови. Она всегда, если готовит там фасолевый суп или какой-то грибной суп, то вот всегда кусочек копчёного сала для запаха она добавляет. Мне это понравилось. И я тоже теперь так делаю. Я уже приготовила, в общем-то, всё, что нужно мне для супа. Я почистила картофель. Вот приготовила стакан гороха. И вот здесь у меня ребрышко. После того, как у меня поджарочка ещё немножечко поджарится, минут пять, я всё это забрасываю сразу в кастрюлю, заливаю водой, добавляю все специи по вкусу, которые я хочу. И накрываю вот этой большой крышкой. Вот я в прошлый раз вам рассказывала про неё. Вот эта крышка, скороварка, вот. И здесь потом под давлением крышка закрывается. И вы потом крышку открыть не можете. Можно просто вот с кастрюлей вот так за крышку взять и кастрюлю поднять, потому что она завакуумирована тогда. И, в общем, крышка не открывается до тех пор, пока не пройдёт определённое отделение вот здесь и пока суп не будет готов. И даже тогда, когда он готов, вы крышку сразу снять не можете. Нужно вот этой вот кнопочкой оранжевой можно выпустить немножко пар. Но, в принципе, суп продолжает вариться, даже когда уже кастрюля снята с плиты. Он продолжает внутри кастрюли вариться. Ещё проходит, ну, не знаю, может быть, минут десять. И только после этого начинает кастрюля остывать, и её можно тогда постепенно открыть. Вот такие рассказала вам новшества. Кто, может быть, не знает, да, вот как и работает скороварка. Ну, я не знаю, конечно, работают ли так все скороварки, но вот именно эта скороварка работает именно так. Я называю моя волшебная кастрюля, мои волшебные кастрюльки. Потому что, знаете, очень много экономится времени. Вот я буквально всё порезала, вот это почистила, это 15 минут. Всё, больше ничего делать не надо. Сейчас я всё это заброшу, поставлю, всё это в кастрюле закрою. Дойдёт до определённого деления вот на этой крышке. И всё, и суп готов. Ничего больше делать не надо. Самое главное, это вот всё подготовить, потом всё прибрать. Это очень-очень быстро. У нас уже время почти 11. Я, в общем-то, управилась полностью по дому, по всем делам. И теперь сяду за своё любимое вязание. Так, друзья, показываю. Крышку я надела уже другую. У меня достаточно температуры. Завакуировалось всё. То есть я крышку открыть не могу, как бы я ни давила. Но если только сломать, конечно, да. Вот. И теперь я жду. Вот сейчас жёлтенькое деление. Должно быть зелёное. Я думаю, что вам слышно, как варится суп. Это внутри всё варится. И теперь скороварка. Видите, я поднимаю кастрюлю. Ой, одной рукой сложно. Поднимаю кастрюлю, и крышка держится. Да, то есть она никуда не девается. Всё, как я вам сказала, так всё и есть. Вот. Прита сама регулируется. Я выставляю определённую температуру. И жду, когда дойдёт до зелёного деления. Вот зелёное деление. Теперь оно будет стоять на нём какое-то время. Потом, когда начнёт сдвигаться всё, можно убирать уже с плиты крышку. Вот так вот. Всё. Показала вам. Ну, конечно, мужчины подняли бы на раз-два, но я не могу поднять. Много металла и много воды. Это у меня пятилитровая, по-моему, кастрюля. Вот. Всё. Видите, вот зелёное пока стоит, это варится. И как только начнёт сдвигаться, нужно убирать. Ещё потом, я вот, кстати, забыла вам сказать, когда уже потом супчик готовый, и крышку я уже потом через время открываю, я добавляю ещё просто сосиски. Ну, не знаю, детям так нравится, нам тоже так нравится. Мы делаем так. Вы тоже можете попробовать, это очень вкусно. Друзья, всем привет. Вы видите, я вот уже с бывшим шефом гуляю. Мы идём. А, значит, так, куда мы идём? Мы идём в ресторан. Вообще, по-нормальному у нас, знаете, как мы всегда перед Рождеством всегда в ресторанчик ходили с девочками, ну, вот с коллегами, да, вот Элла, я, Юта с нами. И мы всегда в такой хорошей обстановке сидели, болтали перед Рождеством, рассказывали друг другу, какие новости, про семью, но не только же мы работаем, да. А так получилось, что когда филиал переезжал, я вам рассказывала, да, что в декабре был переезд филиала, было много работы, и, конечно, у нас просто не получилось по времени куда-то сходить вместе. И мы всё думали, ну, когда, ну, когда, потому что у меня прививки же не было. Теперь я прививку сделала, ну, теперь девчонки говорят, ну, всё, теперь мы точно можем идти. Ну, и вот договаривались, договаривались, и, наконец-то, договорились. Вот так вот, да. Теперь перевели в другой филиал, теперь в другом, в общем, филиал расформировали. Там, где мы работали, закрыли, всех порасформировали. Вот, ну, всё равно мы решили встретиться и сходить поужинать. Как бы, в честь уже, ну, уже не старой, уже в честь Нового года. Очень, кстати, мы идём в очень такое классное место. Там... Это итальянский? Итальянский, да. Там очень вкусно. Очень. Там и в итальянский ресторанчик, там вкусно. И, знаете, там не просто, там очень атмосферно. Там вот мы в прошлый раз были, мы там уже были, два года назад это было, да? Два года назад, как время летит, мы уже с девочками там были, ещё когда не было всех вот этих вот вирусов и всего. Мы ещё классно так там сидели. Но я думаю, что сейчас мы тоже прекрасно там посидим. Там очень красиво, атмосферно. Я обязательно вам сниму, обязательно вам всё покажу. Так, ну а мы что? Давай припустим на трамвайчик, чтобы без нас не уехал. Нас трамвайчик как раз стоит. Мы не стали на машине, Элла приехала ко мне на машине, но машину оставили, потому что тяжело у нас в городе с парковкой. Элла, сколько у нас штраф есть, не в том месте припарковался? 25, 30, сколько? То уже повысили, наверное, уже и не стало. Ну, в общем, не в том месте там припарковался, короче, и тридцатку заплатил штраф, всё. Поэтому мы решили на трамвайчике. Да, у меня с собой, всё, ага. Вот, и всё, друзья, до следующего включения. Всё, трамвай ждёт нас. Вот, друзья, мы приехали. Видите, вечерний город, весь в огнях. Уже забыли, где мы были два года назад. Уже по карте смотрим, Сэлла. Она говорит, ты помнишь, где я? Я говорю, ну, приблизительно, да. Она говорит, ну, и я приблизительно. А так точно не помню. Ну, найдём, да? Вот сейчас мы по кругу дома пройдём. Да, сейчас я вам переключу, как красиво здесь. Смотрите, это кафедральный собор наш. Так, его всё тут реставрируют, поэтому вот, видите, натянули здесь сетку, и всё это реставрация идёт. Вот, смотрите, какая красота. О, как. Гор. Вот, идём, идём, ищем. Ну, Уэлла, этот, путеводитель, вот, в телефоне она забила, говорит, ничего, сейчас дойдём. В общем, вот так вот, настроение хорошее, у нас не холодно. Ну, как, ну, прохладно, но мороза нет. Сколько, сколько его, да? Я тоже не знаю, насколько. О, один градус, наверное, минус есть уже. Да нет, я что-то думаю, минуса, наверное, ещё нет. Наверное, ноль. О, скучаю. Вот, вечерний город. Смотрите, как красиво. Не только днём, вечером тоже всё красиво в огнях. В общем, идём, сами не помним уже, куда идём. Когда уже сейчас зайдём? Ну, телефон нас доведёт. Так, ну что, мы уже почти пришли. Где-то вот тут вот мы должны быть. Наш ресторанщик. Слышь, почти Сима. А, почти Сима, вот. Вывеска нашли, ура. Пришли. А вот тут здесь какое красивое здание. Ох, как классненько. Ну, в общем, друзья, мы на месте. Всё. Где вход? Где вход здесь. Или? Наверное. Да? Да. Ох, какая красота. Видите, какая тут роспись. Старинка. Всё, как красивенько здесь. Ага. На Пельминский вечер. Да. Смотрите, здесь есть ещё летний сад. Вот мы сейчас зашли с улицы, видите, вот вход, да? Вот мы прошли, и посмотрите, как здесь красиво. Летом вообще чудесно, потому что здесь можно сидеть. Так атмосферно всё. Вот, красиво. Здесь такая терраса. Как такой летний сад красивый. Здесь, ну, сейчас-то, конечно, нет. Не очень хорошо видно, но я думаю, вы поняли, что здесь красота. Вот. Смотрите, как красиво здесь. Чудо какое. Какая прелесть. Много людей. Я, конечно, не могу всё снимать, но вы понимаете. Так атмосферненько здесь. Красивенько. Классненько. Здесь, я снимаю. Какие. А посмотрите, это наша тема, девочки. Видите, кружева какие. Это, правда, из проволоки сделано. И с тонкой. Ну что, садимся здесь. Садимся здесь. Нет, садимся здесь. Красиво, по-домашнему. Плассно. Как здорово. Вот это мне понравилось на стене. Я сейчас покажу вам поближе. Это из проволоки сделано, да? Ну, кажется, как будто издалека, как плетёное, вязаное. Классненько. В общем, мы будем... Посмотрите, какую вкусноту мы закрывали. Я очень рада. себе. С лососем, макароны, паста. Очень вкусно. Это десерт. Панакоту я заказала. Очень вкусно. Да? Как смеётся. Ха-ха-ха. Чувствуёшься? Айла тирамису заказала. И Юта тоже тирамису. Все, друзья, мы погуляли, идём домой. Так хорошо посидели, душевненько. Здорово в ресторанчике. И вот, как раз уже подходим к дому. Ой, уже нас совсем не видно. Всё, друзья, пока-пока.